Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. И как обычно, это бывает в такое неспокойное волатильное время, это опять незапланированный выпуск. По плану я должен был работать совершенно над другим видео, для которого я подобрал кучу вкладок, как обычно. Но происходят удивительные вещи прямо сейчас, и я хочу поделиться ими с тобой. Как мы видим, цена биткоина после достижения нового исторического пика в 67 тысяч долларов вернулась к тесту наших линий поддержки, о которых мы говорили вчера. Вот первая это линия поддержки, и вот вторая. Вторая это линии CPR. Первая это линии из нашей модели из теории Джесси Ливермора, о которой мы тоже вчера говорили. Пока мы находимся выше этих поддержек, растущий тренд биткоина не закончен. Но кто-то очень сильно хочет преодолеть эти линии поддержки, причем по направлению вниз. Такой огромной манипуляции я не видел давно. Биткоин резко упал с 66 тысяч долларов до 8200 на американском подразделении Бинанса. Другие биржи тоже испытали падение биткоина, но не такие радикальные. Падения на этих биржах остановились как раз таки на наших двух поддержках, о которых мы говорили вчера. Кроме биткоина, флеш-крэши показали и альткоины. Например, Бинанскоин упал в два раза за пару секунд и также быстро восстановился. Также Эфириум упал после достижения нового исторического пика в 4400 долларов до 3800 долларов, буквально за несколько секунд. Что же могло вызвать вот такой флеш-крэш биткоина? Ты просто посмотри на тень этой свечи. Это падение на 90% буквально за 10 секунд. Есть такое понятие, как ошибка толстых пальцев, когда трейдер неправильно вводит информацию при покупке или продаже. Возможно, это то, что случилось, но я больше склоняюсь к тому, что это была масштабная манипуляция. Потому что посмотри на ликвидации шортистов и лонгистов. Вчера биржи ликвидировали тех, кто шортит биткоин, а сегодня тех, кто его лонгует. Вот почему я в основном использую только лишь спотовую торговлю. Остальные форматы торговли я использую только лишь в качестве эксперимента. И тебе советую делать так же. Кредитная торговля – это именно то, как такие массовые каскадные ликвидации вообще появляются на рынке и приводят к огромным падениям актива за несколько минут. Трейдеры в твиттере уже обращаются к своим биржам с вопросом «Объясните, пожалуйста, эту манипуляцию и флеш-крэш биткоина до 8000 долларов за несколько секунд». Сработал мой стоп-лосс и вы заполнили его по цене на 23000 долларов меньше. То есть обокрали меня на 23000 долларов на одной сделке, которая была для меня очень прибыльной. Вот что пишет один из трейдеров, который сегодня потерял 23000 долларов за несколько десятков секунд на этой манипуляции, на этом флеш-крэше, который после такого быстрого падения так же быстро и восстановился обратно до 65000 долларов. Не хочешь потерять столько же – не торгуй с кредитным плечом. Теперь я хочу, чтобы ты обратил свое внимание на этот график. Это график биткоина в 2017-2018 годах. Здесь желтыми боксами обозначены продажи, которые и привели биткоин к падению с 20000 долларов до 6000 долларов. При этом продажи начались ровно тогда, когда биткоин достиг исторического пика в 20000 долларов того самого известного булрана в 2017 году. Что же это были за продажи и главное, кто их спровоцировал? И почему они начались именно после достижения рекордной цены биткоина в 20000 долларов? Одним из активных участников распродаж были кредиторы биржи МТГОКС, которые получали компенсации за свои потери после закрытия этой биржи. Ответственным за распределение этих компенсаций между пострадавшими инвесторами был японский адвокат Нобуаки Кабояши. Спойлер, он и сейчас им является тоже. Соответственно, после получения компенсации эти инвесторы сразу же продавали свои биткоины. 18 декабря, 22 декабря, 17 и 31 января, 5 февраля они продавали свои компенсированные биткоины общей суммой в 28000 биткоинов. Даты именно этих продаж обозначены желтыми боксами на графике биткоина. Эти продажи физически и психологически влияли на рынок биткоина и приводили к этим падениям цены биткоина. Опять же, это не подтвержденная информация, но даты этих продаж удивительно совпадают с датами падений курса биткоина. Почему же мы сегодня об этом вспомнили? Потому что история МТГОКС еще не закончена. Да, будут еще компенсации, которые, скорее всего, будут продаваться на рынке. 20 октября 2021 года кредиторы уже не работающей биржи МТГОКС объявили об утверждении нового плана реабилитации. Его утвердил окружной суд Токио. Кроме этого, 83% заявителей проголосовали за его принятие. Тот самый Нобуаки Кабояши заявил, что распределение активов для компенсации пострадавшим инвесторам будет происходить, скорее всего, уже в следующем месяце, в ноябре. На этот раз сумма компенсации составит не 28 тысяч биткоинов, а 150 тысяч биткоинов. Именно столько получат пострадавшие от краха МТГОКС инвесторы, возможно, уже в ноябре. Даже страшно подумать, что будет, если они захотят распродать эти биткоины. Тем более, что когда они их потеряли из-за краха МТГОКС, они стоили какие-то тысячи долларов. А сейчас это уже многомиллионные состояния в американской валюте. Поэтому я не мог пройти мимо этого события, не предупредив тебя. И на фоне этого, этот рост биткоина кажется как будто бы подготовкой к намечающейся распродаже, чтобы продать эти 150 тысяч биткоинов как можно дороже. Складывается впечатление, что нам уже готовят нарратив наступления нового медвежьего рынка после достижения цены биткоина, исторического пика в этом булране. Который исторически всегда находился на верхней границе этого логарифмического канала, о чем мы уже не раз говорили. Поэтому нужно быть к этому готовы. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся в новых видео уже совсем скоро. Пока. Субтитры подогнал «Симон»